Выставка работ воспитанников Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в картинной галерее «Традиция» знакомит светлогорцев с талантами детей с аутизмом. Уже не первый год в начале апреля отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. К акции «Зажги синим» ежегодно присоединяется все больше людей стран и городов. И цель одна – не только рассказать, кто эти люди, но и познакомить с их талантами, ведь они, несмотря ни на что, постоянно удивляют окружающих своими творениями. Выставка детского творчества – яркое тому подтверждение. Приветствуя гостей мероприятия, директор Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Инна Слепцова рассказала присутствующим о том, что такое аутизм, как видят окружающий мир люди, имеющие этот диагноз, как наладить с ними контакт. Заместитель директора Центра Наталья Шабетник подчеркнула, что это реально, нужно только проявить понимание, принять и поддержать. К сожалению, количество особенных детей с каждым годом растет, но если приложить усилия, то результат будет, и они смогут адаптироваться и жить в социуме. Именно этим в большинстве своем изо дня в день и занимаются педагоги Центра. И результат их работы и труда родителей виден. Дети танцевали, играя на музыкальных инструментах. Слова благодарности за труд, профессионализм в адрес педагогов Центра прозвучали от председателя районного совета депутатов, главы районного отделения Республики партии «Белая Русь» Людмила Величко и заместителя начальника отдела образования райисполкома, члена районного отделения Белорусского союза женщин Натальи Шатила. Гости вручили Ине Слепцовой денежные сертификаты на улучшение материально-технической базы учреждения. Самая интересная часть мероприятия ждала гостей в выставочном зале, стены которого были усыпаны яркими работами детей. Да, не без помощи педагогов они были созданы, но сколько сил в них вложили, и сами дети знают только взрослые. В процессе рисования в ход шли не всегда кисти. Применялись нетрадиционные приемы – ладошки, пальчики, стопы ног, воздушные шарики, целлофан, фрукты, губки и многое другое. Здесь же, в выставочном зале, персональная выставка «Мир оригами» Давида Боровика. Фигурки из цветной бумаги привлекают внимание не только яркостью, но и точностью и проработанными деталями. Покидая мероприятие, понимаешь, что аутизм – это не приговор. С ним можно жить насыщенной жизнью, наполненной яркими красками. Об этом говорят работы особенностей детей. Нужно больше улыбаться и любить жизнь, такую чистую и светлую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова